Мы вам рады показать, волеизъявить, так сказать, нашу фруктовую поляну и поделиться полезнейшей информацией о том, где брать в Грузии вкусные помидоры. О том, кто вам может помочь пройти те места, где вы сами можете найти эти фрукты. Ну, вкусные помидоры. Анжелика, покажи. Самые вкусные помидоры, это не те, которые продают на рынке большие, выкрутастые, красные или розовые. А именно вот такие, вот такие, маленькие такие. Повернись с дрязных сторон. Вот такие вот маленькие, такие, которые не каждый их возьмет. Но они безумно, безумно сладенькие. Вот такая вот. Она морщенная такая вот, немножечко. И что интересно, они продаются не повышенной цене. Такая она, вот такая безумно вкусная. Так, тут еще и про барикос и про черешню сейчас расскажу, про ткемали. Но вернемся к нашим помидорам. Так вот, вот бутлю взяли такую, чтобы не портились. Помидоры знак качества. Ставлю, они примерно выглядят таким образом. Вот такая. Так вот, вот такие помидоры знак качества. И что характерно, хочу сказать, что если у вас есть деньги, то это не означает, что вы просто обменяете эти деньги на помидоры. То есть, это места, нужно еще чего найти, их нужно. Обычно продаватели любят такие большие, здоровые. Это означает знак качества, и они самые дорогие. Здесь принято ложить их на стол для гостей. Ну, такие... Чтобы впечатлить гостя. О, какие хорошие. Чтобы они были не до конца спелые, чтобы можно было купить. Так вот, килограмма два и есть их целых две недели. Да, и чтобы порезать хорошо. Потому что такие вот качественные помидоры, они мягкие, спелые. То есть, такой предел спелости, что их так не порежешь ровненько, такими кусочками. Они будут вытекать в теки. Вот, а вот эти, как я сказал, две недели будут есть, там, три килограмма помидоров, или целую неделю. То есть, они будут лежать в многих. Тех, кто люди не едят фрукты очень много. Им вот купил, и до следующего рынка. Так, вот, поэтому цена их высокая, они хранятся, они презентабельные, они, как бы сказать, модные. Но мы за модой не следуем, мы следуем за ощущениями, за своими вкусовыми выборами. Она настолько вкусная, что просто я не могу передать, какой вкус. Мы не можем передать, но мы вам можем сказать, вы можете присоединиться к нам, и мы вместе пройдем, вот эти тропы вам покажем. Это такая ароматность, это вот такая сладость, и при том, что не то, что как сладость, как открытая сладость, а такая, вот, аромат еще есть. И скажу вам, по секрету, даже не сразу вот такой вот привычный вкус помидоров. Ну, это пусть они лучше попробуют, приедут, мы ничего не расскажем, не передадим, не расскажем. Это очень вкусно. Мы сегодня пошли в Лозаннскую долину, на наши тропы, где мы будем проводить исторические туры для вас, ребята. Вспомнили, что сегодня воскресенье. Вот, мы захватили, поэтому у нас с собой абрикосы вот откуда, да, черешня, вот такая большая очень. И я мучаю. Да, мы специально приехали ради помидор на рынок, не ради того, чтобы снять потом видео и показать вам просто самому, чтобы покушать. Ну, а сейчас, делясь эмоциями, мы вот и вам это показываем. Потому что этот рынок деревенский, здесь собираются местные жители из своих деревень, они не всегда продают, то есть они не занимаются ежедневной продажей своих товаров на рынке, они просто у себя дома выращивают и один раз в неделю везут на большие общие рынки. Вот часто такое, бывает разное продавление, но очень много именно таких семей. Самое интересное расскажу, открою некоторые секреты, да не секреты, можете знать нам лично, свое ощущение просто расскажу. Самые вкусные помидоры мы для себя открыли у азербайджанцев, то есть в Грузии много национальностей разных живет. Лагестанцы, азербайджанцы, аварцы, армяне и русские, русские деревни есть, все русские там живут, например. Есть деревня азербайджанцев, большая деревня. По помидорам мы теперь будем с ними взаимодействовать. Я взял несколько контактов, некоторые из них не знают русского языка, но мы знаем турецкий язык. И мы общаемся с азербайджанцами, находясь здесь в Грузии на турецком языке. Поэтому нам турецкий язык здесь в Грузии также очень пригодился. Взял несколько контактов и в очередной какой-то день в нашем туре с Рейческом, Фруктовым... Обязательно их посетим, обязательно. Мы будем ехать через эту деревню, где живут одни азербайджанцы. 5 тысяч человек, одни азербайджанцы там живут. Они занимаются помидорами. И самые те люди, которые мне больше понравились, которые мы увидели на рынке, мы с ними взаимодействовали. Они приветливые, улыбаются. Хорошие к нам отношения. И не только это. У них красные вкусные помидоры, классные. Мы будем взаимодействоваться с ними. Теперь мы заедем к ним домой, на их бахчу, на их огород. Они проведут нам экскурсию. И мы, конечно же, не только это будем все смотреть, что вот посмотрели. Экскурсию мы для чего. Мы не рассказываем про там, про всякие высокие материи. Мы по-простому. Вкусно, реально, что можно потрогать, пощупать, мы это там купим. Еще раз обратите внимание на помидорки, про которые мы говорим. Я хочу поставить точку раз и навсегда. Про помидоры подобное видео я еще ни разу не снимал. И многие люди меня просто не понимают. А я хочу объяснить, рассказать. Вот такие помидоры. Мы уже привыкли, что мы на ощупь даже определяем, что она будет вкусная. То есть она матовая цветовая. Не глянцевая, матовая. Потом она, бачки у нее, смотрите, еще желтоватые. Какая? Таких помидор является то, что эти помидоры не требуют дополнительных вкусовых добавок. То есть их хорошо кушать, просто их кушаешь как отдельное блюдо. И не хочется ничего добавлять, потому что оно как бы изменит этот вкус, этот аромат хороший. Это сама полнота и самодостаточность вкуса. Это как будто бы... Иногда кажется, что вы из банки достали закатанную помидору, такую сладко-соленую. Просто когда закатываем, мы туда добавляем сахар, соль и тому подобное. Такое тоже, да. Сладенькое-сладенькое. Или еще раз похоже на томатную пасту. Ну вот даже я не знаю, с чем сравнить. Может быть это какой-то морковный вкусный даже кажется. Ух ты, смотрите. У нас появилась... О, претендент! Вот помидорки, которые нам не понравились. Может быть сейчас подойдут. Вот. Поэтому видео мы с вами еще долго снимали и снимали. Есть что рассказать, что показать. Еще раз подчеркну внимание. Из-за того, что мы владеем знанием турецкого языка. И мы будем общаться с носителями... С носителями людей, которые, как бы сказать, носителями вкусных помидор. Мы с ними будем общаться, контактировать, благодаря тому, что мы знаем этот язык турецкий. И приобретать, покупать у них помидоры. Вот. Потому что недостаточно просто иметь деньги, еще раз повторю, и покупать какие-то вкусные помидоры. Ну не всегда достаточно. Бывает, можно купить. Чаще всего нельзя, на наш взгляд, по нашим стандартам, самым высоким стандартам вкуса. Поэтому, что самые вкусные помидоры, они где-то спрятаны. Они не лежат просто так, вот что вот, на прилавке. Или еще у кого-то, чаще всего нужно просто спросить. А у вас есть вот такие-то, маленькие, пючук, домотез по 50 тетри. Где-то там придется выбрать, может быть. И у вас получатся самые вкусные вот такие помидоры. Поэтому вот эти пути мы открываем, показываем. И передаем вам, ребята. Сейчас передо мной барашки. И мы хотим покормить помидорами. Если получится, они бывают боятся. Вот если положить и отойти. Сейчас посмотрим. А он, думаю, тоже пьес, что я ему вкусно что-нибудь дам. Я думаю, сейчас они это скушают. Ну давай. Что, сам будешь есть? Посмотрим. Нет. Ну они убегут. Потом подойдут. Все, барашки не подойдут. Не подойдут. Иди вам, барашка. Покажи. Я хочу показать вот эти идеальные вкусные помидорки. Вот, если бы мне вот это очень понравилось. Она другая. Она вот такая красивенькая. Огромче. И вот я ее покручу со всех сторон. То есть с одной стороны она вот такая ровненькая. Не быстро. Она ровненькая. А вот здесь она вот такая вот. Она треснула. Разошлась немножечко. И зарубцевалась. И это не является плохим. Это просто является знаком вкуса и качества. Для нас можно так сказать. Вот это помидорки немножечко другого цвета. Но у них тоже вот такие всякие шериховиночки есть. И разрезики такие есть. И они еще мягенькие такие. Спеленькие надутые. То есть вот это я бы сказала, что они вкусные. Вкусные. Очень реально. Несмотря на то, что многим они кому-то покажутся некрасивыми какими-то. Но что есть красота. Красота это когда вкусно. Можно про это пофилософствовать. То есть когда мы знаем их вкус, то для нас это является красивым. Для помидор красота это вкус. Потому что мы знаем, что вот за вот этим, за такими рубчиками находится сладость. Припекшись такая вот нагревая солнышко. Химия счастья и любви. Да, химия счастья. Совершенно верно. То есть у нас и не слово. Почему мы охотимся за вкусными помидорами? Потому что это улет. Это в прямом смысле этого слова. Расскажи. Потому что когда съедаешь вот это вот вкусно все, реально улетаешь. Происходит такое вот легкое пьение. Такое вот немножечко... Как-то я даже не знаю, эйфория. Просто эйфория. Это эйфория, я именно это и хотел сказать. Потому что это приятное такое... Приятное ощущение. Это не то, что там и кружится голова, и болит. Нет, это такое вот... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Потому что других каких-то веществ мы не употребляли. А вот это я не знаю. А вот это уносит, это реально уносит. Это вообще легально или нет, я не знаю. Нас, наверное, не каждый поймет, некоторые не понимают. Но о чем я говорю. Если вы не понимаете, просто присоединяйтесь к нам. Пройдите весь этот путь вместе с нами. Это помидорный путь. Да, о чем мы говорим. Или попробуйте сами где-нибудь найти хорошие, вкусные помидоры. Есть действительно физические ощущения, которые сигнализируют. Это все серьезно. То есть, например, у меня это... Я чувствую по лицу такое вот ощущение. Вот оно такое вот, такое вот... И не покалывание, а волны такие, можно сказать. Мурашки по телу, по коже. Да, можно и так сказать. Они такие тонкие, высоковибрационные какие-то. Я не знаю, это ощущение. Может быть, не физические. Поэтому, как видите, улыбка на лице у нас появляется. И мы хотим, мы очень хотим, чтобы и у вас тоже появилась эта улыбка. Мы здесь сидели вместе с вами, улыбались. Да. Давайте, записывайтесь к нам в тур. Сыроический тур по Грузии.